В российском Кемерово пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» унес жизни по меньшей мере 64 человека. Но это информация только по официальным данным. Четырехэтажное здание загорелось днем в воскресенье 25 марта, когда в торговом центре было особенно много посетителей, а в кинотеатре находились десятки детей. Противопожарные системы не сработали, организованная эвакуация посетителей и персонала ТРК практически не проводилась. С вами «Военная техника-2» и мы на данный момент собрали самую актуальную информацию о трагедии и вновь начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Торговый центр «Зимняя вишня» построен на проспекте Ленина. Это одна из самых основных городских магистралей Кемерово. Раньше здесь стояли заводские корпуса. Пожар в торговом центре начался в воскресенье днем, когда здесь было полно народу. Первой версией был поджог, поскольку возгорание началось на четвертом этаже в детском развлекательном центре. Позже, впрочем, появилась информация о том, что наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения препонтажа и обслуживания электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения. Но главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшей в торговом центре ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения. По рассказам выбравшихся из здания, о пожаре они узнали либо когда сами увидели дым, либо когда их привлекли криками другие посетители. В результате многие просто не смогли выбраться наружу из лабиринта коридоров здания. 11-летний ребенок сумел добраться до окна. Его видели собравшиеся зеваки и пожарные, но помочь не успели. Мальчик выпал из окна и сейчас находится в реанимации. Родители его погибли. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей по отзывам очевидцев приводили целыми классами. Часть их пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. По словам одной из посетительниц кинотеатров ТЦ, во время сеансов сотрудники иногда запирали вход в зал, чтобы люди без билета не заходили. Пишет РИА Новости. Дети писали и звонили родителям изнутри, но прийти к ним на помощь никто не смог. На 6 марта количество установленных жертв уже составило 64 человека. Однако, скорее всего, список этот не полон. В первой половине дня на месте пожара снова были замечены дым и признаки горения. Кроме того, в результате пожара в торговом центре обрушилась часть перекрытий, так что говорить о точном количестве жертв можно будет только после разбора завалов. К счастью, пятерых подростков, которых внесли в список пропавших, удалось найти живыми, как выясненность их не было в торговом центре. Тем не менее, Кемеровский пожар уже вошел в печальный рейтинг самых крупных пожаров в России за последние 100 лет по числу жертв. Больше человек погибло только в клубе «Хромая лошадь» в Перми. 2009 год. 153 жертвы. В больницах Кемерова остается 12 пострадавших. Еще 36 человек отпущены на мабулаторное лечение. Более 10 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Власти Кузбасса уже объявили о том, что выделят по миллион рублей семьям каждой жертвы пожаров в Кемеровском торговом центре. Но при этом каждого обязали подписать подписку о неразглашении. Такой подход любого нормального человека наведет на определенные мысли о количествах пострадавших и о всей системе в целом. В городе также завели уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранительные органы задержали пятерых человек. Среди них Александр Никитин, который отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в торговом центре. Специального образования и опыта работы с техникой у него нет. По образованию он повар. Также задержан охранник торгового центра, который, по мнению следствия, отключил пожарную сигнализацию в Зимней Вишне. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. К ней по собственной инициативе присоединилась Республика Ингушетия. К ним также присоединилась Рязанская область, но позже эту информацию с сайта администрации удалили. По последним данным к трауру присоединился Екатеринбург. Об этом сообщил в Facebook глава города Евгений Ройзман. Позже Ройзманом заинтересовалась ФСБ из-за якобы превышения должностных полномочий из-за самочиния. Но, конечно, у царя ведь не спросили в этот момент, когда государственный траур пока не объявлен. Четыре тысячи жителей Кемерова митинговали у здания администрации. Они требовали достоверной информации о пожаре в ТРК. В сети обсуждают, что погибших было в несколько раз больше, и реальных цифр власти не называют. Местные утверждают, что сгоревшее здание ограждено забором, а за ними дежурит КАМАЗа силовиками. Еще одно требование кемеровчану. Отставка губернатора Амана Тулеева, который не явился на место происшествия, так как его кортеж может помешать работе спецслужб. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Кемеровской администрации Лариса Деменова. Радиостанции говорит Москва. Ну, просто скотство какое-то. Родители погибших детей не пускали на опознание без согласия на подписку о неразглашении. Об этом сообщил их у Москвы, один из жителей города. В городе организованы отряды активистов, которые, по некоторым сообщениям, заявляют, что сами не намерены побывать во всех моргах города и все перепроверить. Моргов в Кемерове 9. В условиях отсутствия оповещения о пожаре и организованной эвакуации посетители и персонал были вынуждены спасаться самостоятельно. При возникновении задымления среди людей началась паника, а те, кто находился на верхних этажах, здания оказались фактически отрезаны от выходов из огня и дыма. Среди них десятки детей, которые смотрели мультфильмы в кинозалах на верхних четвертом этаже. Некоторые посетители были вынуждены прыгать из окон, некоторые старались выжить в злобокированных помещениях и просили их спасти. Либо, потеряв надежду, оставили в соцсетях прощальные сообщения. Очевидцы в то же время рассказывают, что охранник на четвертом этаже не пускал спасавшихся детей на лестнице. Среди детей началась паника и давка. Как сообщают российские СМИ, со ссылкой на одного из врачей скорой помощи, тела погибших при пожаре в Кемерово пока не выносят наружу. По его словам, такое решение приняли, чтобы не вызывать панику среди людей, собравшихся около здания торгового центра. Тем временем следком Российской Федерации организовал работу по получению генетического материала родных погибших при пожаре в торговом центре, поскольку опознать их обычным методом в большинстве случаев проблематично. Примечательно, что российское телевидение предпочитало до последнего игнорировать масштабное ЧП в Кемерово. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных каналов преобладают развлекательные передачи. Российские телеканалы в массе своей не стали менять свою вещательную сетку. В Кремле в связи с трагедией в Кемерово объявили, что в России нет эмбарго на плохие новости. Вот такая страшная трагедия вновь показывает, что в России никому нет дел до простых граждан. Есть только власть и деньги. Даже Путин приехал возложить цветы тогда, когда с площади убрали всех людей. А ведь он в первую очередь должен оказать поддержку всем причастным к этой трагедии, как отец народов. Но этого не произошло. А произошло то, что мы и есть. Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». Только в масштабах всей России, которые заперли внутри и подожгли. А с вами была «Войная техника-2». Всего вам доброго. Соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok